О, Сергей Иванович, как обстановка? Что происходит в полузакрытом процессе? Мы пропустили очень интересный момент. На самом деле, вчера выяснилось очень много вещей, в том числе и то преступление, которое сегодня совершается со стороны следствия и со стороны так называемой поддержки самбийской компании. То есть, что заключается в том, что люди, зная заведомо, что физические лица или данные, никакого отношения к уголовному делу не имеют, с них пытаются получить деньги в пользу английского государства. То есть, пытаются заставить физических лиц, заплатить деньги англичанам, а страна признана, сами понимаете, и куда ходят эти деньги. То есть, походу, толкают сегодня, так называемых посудимых, на совершение преступления. Им говорят, перечислить эти деньги вы должны, а суд, как в стражке, говорит, они не должны, они не имеют права. И вот у нас динема такая возникла неразрешимая. С одной стороны, арбитратный суд говорит, что никаких денег данные лица не должны, а прокуратура с потерпевшими, все равно, несмотря на решение судов, высшего арбитрата суда, требует деньги в пользу английской компании, то есть, в пользу английского государства, игнорируя даже указ президента и все остальное. Просто, в нагреве, но такого беспредела еще не видела страна. Здесь вообще идет речь, уже банальное дело по обучению, что перетекает дело как минимум по гос. смене. То есть, по сути, их сегодня принуждают гос. смене. Через нахождение их резолюции, угрожая им огромными страхами, их заставляют пойти на преступление на гос. смену. Но я считаю это недопустимо, и думаю, что прокуратура, в конце концов, поймет все-таки свою руку. Учитывая, что прокуратура око все-таки государство, государство око, и должно защищать интересы государства в первую очередь, а не интересы английской компании, или не интересы корруппированных следователей. И когда прокуратура поддерживает их, и поддерживает передачу Сене в Англию, у меня как бы возникает вопрос в адекватности понимания данной ситуации. Что происходит? Что происходит? Это невыслимое. Это просто невыслимое. Поэтому сейчас у нас будет продолжение. Мы сможем задать вопросы, так называемые поперекшим. Что за деньги он хочет? Какие деньги он хочет? И на что он эти деньги хочет потратить? Ничего. Вот так называемые посудимые, им скрывать нечего. За ними правда. Они открыты ко всем и говорят, пожалуйста. Но они хотят услышать в конце и до концов, в чем их обвиняют? В чем вообще обвиняют? В чем обвиняют губернаторов? Две юридические компании между собой работали и выполняли контракт. Кто-то у кого-то не выполнил контракт, а виноват губернатор. И без зазрения совести прокуратура сегодня поддерживает их. Поддерживает. То есть, по сути, прокуратура требует, чтобы физически перечислили деньги в Англию. Давайте. Если кто-то хочет что-то передать, скажите. Просто я передаю родственникам. Четыре года никого не виделись. Перевод находимся в изоляции, в тюрьме. Без возможности. Без звонков, без свиданий. Поэтому хоть впоследствии с вашей передачей, передачей родственникам. Передачей родственникам, чтобы жил и здоров и любит. Скоро вернемся. Что все-таки, наверное, раду и справедливость вас торжествует. Я думаю, что перед людьми будет принесено извинение. И люди будут опущены. Потому что по-другому быть не может. Но просто по-другому уже быть не может. Уже все зашло до другой степени. Я не хочу сейчас описывать вот эти 174 и 159, которые противорит от Астана. С одной стороны заявляют, что поставляли товар. С другой стороны заявляют, что не поставляли товар. Как это понимать? Вообще никто ничего не понимает. Абитратный, высший абитратный суд говорит, что люди невиновны, не брали никаких денег и никакого отношения не имеют. Плевать на решение судов. А вот следователь решил так. А следователь, коррумпированный. В Хабаровске в очередной раз идут большие изменения. Поэтому я предлагаю всем хабаровчанам собраться силой. Ну и в очередной раз постараться все-таки, я знаю, как-то наладить наши дела в крае. Продолжение следует...